Еще раз всем привет! Пока сладкий пирог готовится, я приготовлю еще один пирог. Тесто я для него уже сделала, тоже песочное, соленое тесто, то есть без сахара, с солью. Для пирога нам понадобится картофель, лук, мясо, в данном случае свинина, перец и соль. Ну и еще немножко сливочного масла. Для этого пирога мы мелко нарежем лук, любые все-таки слои работать. Нарезаем, нарезаем мелкими кубиками. Лук у меня примерно три головочки, средних. Картофель у меня сколько тут штук? Семь штучек. Ну и грамм 300 мяса. Песочные пироги готовить очень быстро, не надо ждать, когда тесто поднимется. Приготовил тесто, пока готовишь начинку, тесто уже готово. И почему-то моим последнее время нравятся у меня песочные пироги, из песочного теста. Все, плакать начинаю. Так, высыпем сюда лук и накроем его, чтобы не плакать. А то как-то уже слезливо. Все, не могу, рыдаю. Накрываем лучок. Ой-ой-ой, какой ядреный. И режем картошечку. Тоже меленькими кубиками. Такой пирог в разных народах называют по-разному. Где-то называют фу-плу, где-то бележ называют, где-то просто пирог с картофелем и с мясом. Получается сытный, вкусный. Детки придут после обеда и попросили испечь такой пирог. В духовке готовится сладенький пирог. А это будет такой сытный. Детки придут после обеда и попросили испечь такой пирог. Высыпем кучку. Таким же образом нарежем остальной картофель, а потом мелко нарубим мясо. Сладкий пирог готов. Достала из духовочки. Вот такой он получился. Дальше продолжаю готовить сытный пирог. Картофель я уже нарезала весь полностью. Осталось измельчить еще мясо. Мясо у меня было подготовлено вот такими кусочками в морозилке. Я его разморозила. Но для пирога я сделаю поменьше кусочки. То есть разрежу еще. Во-первых, маленькие кусочки быстрее готовятся. Во-вторых, мясо более равномерно распределится по начинке. Ну, иногда такие пироги я готовлю с фаршем. Добавляем все это в картошку. Потом все перемешаем. Начинка почти готова. Осталось добавить перец черный. И соль. Перца черного я добавлю, наверное, пол столовой ложки. Вот так, без горочки. Пол столовой ложки без горочки. Ну, думаю, многовато, конечно, но нормально. И вот так соли. Даже вот так соли добавлю. Неполная столовая ложка. Теперь все это надо тщательно перемешать, для того, чтобы все это распределилось равномерно по начинке. Лук, картофель и мяско. Уже так пахнет перчиком. Ароматно. Перец свежий, только что открытый. Все это мы перемешаем и положим форму на тесто песочное. Вот так. Все, начинку я перемешала. Теперь будем готовить форму к выпеканию. Для этого пирога у меня формой будет сковорода с ручкой. Ручка съемная. Снимаем ручку. Обмазываем нашу сковородочку маслом сливочным. Борта тоже обмазываем. Все достаточно. Теперь берем наше готовое тесто, которое уже слегка отлежалось, и поделим на две части. Одна часть у нас будет побольше, другая часть будет поменьше. Поменьше часть у нас пойдет на крышку. Вот так. Побольшую часть мы сейчас распределим по дну и поднимем по стенкам. Можно раскатать скалкой. Я руками люблю. Вот так поднимаем по бортику. Дырочки все закрываем, чтобы дырочек никаких не было. Начинка у нас будет сочная. Мясо будет выделять сок свой мясной. Вот так. Распределяем, поднимаем. Дырочка появилась, дырочку закрываем. Тесто поднимется, оно не будет такое тонкое. Будет потолще. Равномерненько распределяем. Вот так. В принципе, готово. Теперь можно разложить нашу начинку. Выкладываем начинку в подготовленную форму. Распределяем по всему дну равномерно. Смотрим, чтобы мяско было везде равномерным. Начинки должно быть много. Вот так у нас получилось. Даже горочка. Пускай будет небольшая горочка. Так, теперь вот это тесто, которое у нас осталось, надо подготовить для крышки нашего пирога. По моему ручки вытрем насухо. И попробуем вот это тесто распределить примерно до размеров сковороды. Распределяем. С мукой уже легче двигается работа наша. Так, так, так. Еще чуть-чуть. Проверяем. Ну, вполне достаточно. Сейчас я вытру со стола и закрою пирог. Начинаем закрывать пирог. Так, как мы его будем закрывать. Прищипываем. Видно вам? Не видно. Прищипываем и подворачиваем. Прищипываем, подворачиваем вниз. Вот так. Прищипываем, подворачиваем вниз. И так по всему кругу. Вот такой получился у нас толстый пирог. Он будет выпекаться часа 3-4 в духовке. Все ингредиенты у нас сырые. Лук даст сок. Мясо даст сок. Вот так теперь распределим. Аккуратно по сковородочке. Сделаем дырочку. Когда пирог будет почти готов, в эту дырочку положим кусок сливочного масла. Он растает и у пирога будет сливочный вкус. Вот готов наш пирог. Ставим его в духовку. Сделаем. Мой пирог с мясом, с картошкой готов. Ну, немножко тут подтекло. Но ничего страшного. Самое главное, чтобы он был вкусным. Сейчас разрежем. Вот так выглядит разрезанный кусочек пирога. Попробовала. Очень вкусный. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!